Десна ТВ Новости Итак, основные темы выпуска. Конечно, мы к этому были не готовы, это довольно сложно, но я уверена, что мы справимся. Одиннадцатый – военно-патриотический слет Отечества в Десногорске. Мне понравилось, когда нас спрашивали вопросы про военную технику. Станционная игра «Наш край не обошла война». Кто виноват? Административная комиссия разбирается в нарушениях. Нам помогла победить дружба и то, что мы такие спортивные. Веселые старты. Как развлечься с пользой для здоровья. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Пенсионная реформа, принятая правительством Российской Федерации 14 июня, вызвала большой резонанс в массах. Напомним, предлагается повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин до 65. Реформу планируют завершить к 2034 году. Переходный период должен начаться в 2019 году. Против нее выступают как граждане страны, так и профсоюзы. В сети интернет собираются петиции с протестом принятия законопроекта. 16 июня законодательное предложение было направлено в Госдуму. Окончательное решение остается за парламентариями. Расти дальше не будет. Так о стабилизации цен на горюче-смазочные материалы на совещании президента с правительством сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он добавил, что даже в условиях роста инфляции не ожидается увеличение стоимости. Стабилизации цен привели меры правительства, которая решила снизить акцизы. 11 раз в Десногорске проходит военно-патриотический слет Отечества. Поначалу на слет приезжало не более двух-трех десятков подростков. Организаторы устраивали для них настоящие походные условия жизни, при которых ребятам приходилось преодолевать не только бытовые, но и физические препятствия. Год от года география участников слета расширялась. Мы расскажем вам, каких друзей в этом году встретили десногорские юные патриоты. В этом году участниками слета стали более 100 школьников из городов-спутников атомных станций Десногорска, Удомли, Курчатова, Волгодонска, а также из Смоленска, Москвы, Брянска, Республик Беларусь и Чувашия. Традиционно открытие военно-патриотического слета Отечества проходит накануне Дня памяти и скорби. Сегодня мы собрались здесь, чтобы своими результатами доказать, что вы достойное поколение ваших дедов, прадедов, защищавших наше Отечество. Участники слета проведут вместе 10 летних дней. Их ждет насыщенная событиями жизнь. Исполняющий обязанности главы города Александр Новиков уверен, что ребята проведут это время с пользой. Вот здесь стоит 10 команд. И как показывает опыт предыдущих 10 подобных слетов, к концу данного слета, я уверен, вы будете одной единой командой. И для того, чтобы это случилось, необходимо в первую очередь соблюдать все правила, слушать инструкторов и обязательно оказывать поддержку и взаимопомощь друг другу. Приветствовали юных участников слета руководители Смоленской атомной электростанции, профсоюзной организации концерна Роснергатом и первичной организации САЭС, гости из Братской Республики Беларусь. После торжественной части мероприятия гости прошли в палаточный лагерь расположение участников слета. Они увидели, что условия жизни для юных патриотов практически приближены к полевым армейским. Есть полевая кухня, медицинский пункт, умывальники под открытым небом. И любое событие теперь, как в армии, будет начинаться с построения. Но это ребят не пугает. Они ждут интересных событий и мероприятий. Приехала в первый раз. Впечатление положительное. Конечно, мы к этому были не готовы. Это довольно сложно. Но я уверена, что мы справимся и преодолеем это все. Конечно, хотелось бы научиться здесь чего-то новому. То, чему мы не можем научиться у нас в городе, в нашей школе. Приобрести какие-то умения. Хотела бы увидеть что-то новое и запоминающееся на всю жизнь. Белорусские друзья не первый раз принимают участие в военно-патриотическом слете. Они считают, что такое общение особенно развивает патриотизм и дружбу между братскими народами. Когда они приезжают, рассказывают свои впечатления. Впечатления всегда масса. У нас очень приятное воспоминание о прошлых слетах. И, соответственно, дети стараются тянуться к уровню и приехать сюда в следующий раз. Это очень замечательно, я считаю, для того, чтобы развивать вообще вот это вот движение все патриотическое и расширять границы. Каждый год на слет приезжают новички. А это значит, что традиции патриотического слета Отечества уже более 10 лет передаются от старшего поколения младшему. Российские ученые создают супербыструю зарядку лазером для беспилотников. Беспроводная передача энергии лазерным излучением – так официально называется технология, которую придумала группа инженеров и программистов. У технологии может быть множество применений, например, для проведения спасательных операций. Дрон сможет обследовать завалы и искать людей 24 часа подряд благодаря лазерной зарядке. Или летать над горящими лесами, разведывая обстановку для пожарных служб. К сожалению, технология пока что получилась слишком дорогой. Территория второй школы специально оборудована для проведения подвижных тематических игр. Этим воспользовались сотрудники Центра культуры и молодежной политики и волонтеры студенческого актива ОСА. Накануне Дня памяти и скорби они решили провести станционную игру «Наш край не обошла война». Станционная игра – это приключение, во время которого участникам необходимо пройти череду препятствий. Это возможность проверить свои знания и спортивную подготовку. О целях мероприятия нам рассказала организатор, методист Центра культуры и молодежной политики Лидия Олегович. Это история, это память о войне и дети. Я думаю, они знают, но вот сегодня мы проверим их знания, насколько они помнят. Если что-то забыли, то мы им подскажем, вспомним, научим. Воспитанники лагеря разделились на команды, выбрали капитана и получили маршрутные листы. Им предстояло пройти семь заданий. Ребята отвечали на вопросы по истории Отечества, проходили полосу с препятствиями, складывали пазлы, на которых были изображены достопримечательности нашего города, вспоминали военные песни, учились оказывать первую медицинскую помощь. Мне очень понравилось. Было интересно. Мы прыгали, кегли сбивали, песню пели. Надо помнить о войне, потому что все солдаты защищали нас от немцев. Мне понравилось, когда нас спрашивали вопросы про военную технику. Волонтеры, которые играли с детьми, довольны проделанной работой. Я решил принять участие, чтобы просто развлекать детей. Потому что я помню, когда именно в этой школе, в этом лагере был маленьким, как мне здесь было скучно, когда не было волонтеров. Ты можешь просто прийти сюда утром, посидеть, пообщаться с друзьями, поиграть с детьми и потом с удовольствием пойти домой. Та энергия, которую они тебе отдают, это невозможно написать словами, правда. Ребята справились со всеми этапами, показали хорошие результаты физической подготовки, пополнили свой багаж знаний и поняли, как себя вести в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. И самое главное, научились работать в команде, дружно помогая друг другу. С 2017 года в Десногорске перестало функционировать МРЭО, и автовладельцам города приходилось ездить в Ростуль, что доставляло определенные неудобства. Руководство областного УМВД нашло выход из данной ситуации. В отдельные регионы выезжают мобильные пункты по предоставлению государственных услуг. В них можно оформить регистрацию, перерегистрацию и утилизацию автотранспорта. Такой пункт будет работать 2 июля в нашем городе с 11 до 16.00 на территории муниципального бюджетного учреждения служба благоустройства. Как оказывается, десногорцы достаточно законопослушные граждане и только по ночам мешают спать соседям. Мы расскажем, как административная комиссия нашего города борется с такими нарушителями спокойствия. 19 июня административная комиссия рассмотрела два протокола о нарушении 27-й статьи областного закона об административных правонарушениях. По первому протоколу рассмотрение перенесено на следующее заседание, так как ответчик не явился по уважительной причине и сделал заявление, что готов ответить за правонарушение 11 июля. Второй протокол был составлен по заявлению соседей. Сработала сигнализация автомобиля, припаркованного около дома в то время, когда владелец находился на работе в ночную смену. Комиссия вынесла ему предупреждение. Путин на медведе, пришельце и северное сияние. В Санкт-Петербурге в скромном здании неподалеку от железной дороги раскинулась целая Россия. Правда, в миниатюре. Огромный макет страны живет и разрастается за счет технологий и мастерства художников. Идею придумал и воплотил жизнь на собственные деньги инженер-механик Сергей Морозов. Площадь макета 800 квадратных метров, на котором разместились основные регионы от Владивостока до Санкт-Петербурга. Здесь живут сотни тысяч маленьких россиян. Они ходят в походы, занимаются спортом, работают, ездят на дачу, отрываются на концертах, разводят животных, болеют и умирают. Сценки с реальной жизнью разбросаны по всему макету. Гранд-макет потребляет электроэнергии, как многоквартирный дом. Художники постоянно работают над созданием новых сюжетов. Ясногорская детско-юношеская спортивная школа регулярно проводит мероприятия для детей из оздоровительных лагерей нашего города. Вот и в этот раз к ним гости пришли ребята из первой школы. Подробности в нашем сюжете. Пропаганда здорового образа жизни – именно это является главной задачей подобных мероприятий. Организаторы стараются привить детям любовь к спорту, воспитать чувство единой команды, творческого мышления и здоровый дух соперничества. Младшие школьники с первого по четвертой классы, всего три отряда, участвовали в этот день в спортивных эстафетах «Летние забавы». Акцент был сделан на футбол, так как сейчас весь мир следит за новостями чемпионата. И, пожалуй, трудно найти человека от мала до велика, кто бы не болел за сборную России. Вот и малыши, как заправские футболисты, ловко проводили обводки, передавали мяч и забивали голы. Хотя не все состязания давались им легко, спортивный азарт и предвкушение победы заставляли нестись вперед. Мне понравилось, когда мы перетягивали канат. Мы победили, заняли первое место. Когда мы перепрыгивали оборчи, мы их брали и через себя крутили. Мне это сложно было. Можно было бегать, с мячом играться, сбивать гола. Я люблю футбол, и мне нравятся состязания с мячом. Нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым, крепким и чтобы все было хорошо. В результате дружеского и веселого противостояния на третьем месте оказалась команда «Мафия» третьего отряда. На втором победа второго отряда и первыми стали первый отряд «Альтаир». Сначала мы думали, что уже все проиграем, а оказалось, что в перетягивании каната мы лучшие и мы победили. Нам помогла победить дружба и то, что мы такие спортивные. С первого сентября детско-юношеская спортивная школа объявляет набор на секции и отделения. Хотелось бы, чтобы больше детей посещали наши секции. У нас очень много отделений, которые бы заинтересовали детей и которые бы пригодились в дальнейшей жизни. Все участники соревнований получили грамоты и сладкие призы. 22 июня в Десногорске будет дождливо. Днем плюс 26, ночью плюс 14. Это все новости на сегодня. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова